конструктор страниц от ю тем шаблон ю макай на фреймворке ул кит мы продолжаем с вами настраивать потрясающий шаблон и в этом видео как настроить четвертый экран по нашему демо примеру сейчас вы видите на экранах меня зовут федор васильев и подробнее в этом видео и так в прошлом видео мы с вами настроили предыдущий вот этот третий экран у нас с вами все получилось следующий четвертый экран несколько отличается это же давайте рассмотрим и создадим нечто похожее переходим в админку нашего сайта некоторые вещи как я уже говорил я буду бегло пробегать потому что они повторяются с предыдущим уроками дабы сэкономить ваше время естественно я буду двигаться быстрее и так я создаю новую секцию для нового четвертого экрана захожу в настройки сразу ее называю четвертый экран сохранить назад давайте сначала подготовим настройки нашей секции заходим вот в этот карандашик я настраиваю как я уже говорил по дему примеру поэтому я полностью копирую настройки также как выглядит это в демо примере таким образом мы учимся и видим что у нас получается да это надо сделать в первую очередь новичку а чтобы просто потом разгулялась фантазия надо просто вам будет после этого посидеть посмотреть потыкать настройки и смотреть там что получается и так по настройкам стиль оставляем здесь дефаут ниже настройки максимальная ширина ставлю нет а внутренний оступ я выбираю вот этот вариант прозрачность позиция оставляю нет анимация нет все сохранить выходим дальше давайте настроим по карандашку параметры макета во первых надо изменить макет у нас он здесь делится вот так один к двум выбираем давайте вниз по настройкам расстояния между нет между ячейками сетки максимальная ширина нет высота нет оставляем все как есть до контрольной точки доходим здесь мы выбираем здесь лэнг дэк стоп или лрг не знаю как правильно произнести сохранить прокручиваем в самый верх давайте настроим колонки переходим настройки колонки номер один позиция топ стиль выбирать дефаут и давайте сразу изображение как я уже говорил ранее предыдущих уроках изображение я использую с быстрого старта и как их скачать получить я тоже говорил в прошлых видео изображение я подготовил давайте их загружу суда в данной секции используется три изображения я их сразу все выделяю загружаю в данном случае у нас используется изображение мужчина который идет и несет доску выбрать ниже по настройкам внутренний отступ ставим нет и переходим изменить настройки ширину я ставлю 860 размер изображения ставу ковр позиция центр центр оставляем если хотите использовать эффект параллакса можете выбрать параллакс в быстром старте его там практически незаметно параллакс буквально чуть-чуть поэтому я здесь так и оставлю ну то есть параллакс при прокрутке по идее должна картинка меняться двигаться относительно заднего фона быстрее или медленнее далее контрольная точка я выбираю вот этот вариант медиум нажимаю назад еще раз назад нажимаю редактировать колонку 2 вертикальная выравниваю выбираю вот этот вариант далее стиль выбираю здесь уже что-то у нас тут проявляется далее я загружаю изображение svg которые используются также в быстром старте это некая картинка вы можете видеть ее вот здесь вот рисунок а внутренний отступ выбираю вот этот вариант видим уже что-то дальше мы здесь переходим изменить настройки здесь позиции изображения баттон райт баттон это снизу вайт справа в демо тоже используется параллакс если хотите используйте я использовать не буду видимость изображения я выбираю вот этот вариант здесь мы сохраняемся назад назад все здесь настроили назад нам осталось вами загрузить вот эту доску большую которая идет выходит за края изображений вот это я уже не показываю это все мы делали несколько раз уже текст останется потом сюда добавить текст еще галерея картинок и кнопку я тоже не показываю как разместить это был в прошлом уроке абсолютно такой же плагин кнопки здесь мы размещали мы видим здесь у нас два плюсика да мы разделили с вами секцию на две части вот в первый плюсик мы кликаем выбираем плагин имиджис добавляем картинку кликаем по плагину имиджис выбираем здесь у нас вот изображение png наша доска выбрать изначально она у нас смотрится не так как должно давайте настроим ее прокручиваем ниже ширина ставим 280 далее мы с вами переходим настройки здесь мы ничего не трогаем прокручиваем ниже позиция выбираем абсолют так положение справа двигать немножко ползунок в общем надо поставить минус 8 вот с такими вот значениями позиция топ то есть мы сейчас двигаем нашу а доску наше изображение минус 125 за этот индекс ставлю 0 максимальная ширина дальше по настройкам стоит нет оставляем как есть выравниваю текста right справа и вот важный момент внизу видимость смотрите если мы сейчас посмотрим да у нас доска видно на планшете видно на телефоне здесь она подразумевает что надо ее скрыть то есть я видимость выбираю то есть сейчас видно везде только на декстопе чтобы видимость была вот вы видите с мобильных лодка исчезла извиняюсь не лодка доска на планшете тоже нет видно на ноутбуке и на компе но пока это все выглядит не очень хорошо потому что мы еще не все настроили нажимаем сохранить назад прежде чем оценивать и смотреть что мы могли упустить у нас не задано в эту колонку ничего колонка расширится как только будет здесь контент то есть например как здесь до несколько видов текста картинки кнопка этой нужно сейчас сделать так я текст разместил смотрите я некоторые моменты не показываю все таки если вы хотите повторить шаг за шагом просто для многих скорее всего это будет трата времени но если вам вынуждаетесь в этом вам придется все таки быстрый старт установить там на локальный сервер или к себе на хостинг и просто посмотреть там настройки как устроено и все настроить также мы с вами движемся дальше вроде казалось бы тут дальше тоже ничего такого сложного просто текст но мы этот плагин не смотрели поэтому его тоже рассматриваем я кликаю по плюсику добавляют новый для нас плагин текст самый обычный распространенный но мы с вами его еще не трогали вот он здесь текст выбираю его дальше вставляем текст я беру с демо пример абсолютно текст текст наш залазит на лодку поэтому мы здесь проведем настройки причем настройки могут быть это у этого текста аналогичны как у заголовка такого то этого текста который у нас отступает он у нас по центру выровнен сейчас настроим также текст который добавили и также вы по аналогии заголовок вот этот настройки который я пропустил в этом уроке здесь настройки пропускаем прокручу я ниже максимальная ширина я выбираю xlern у нас сокращается он чтобы он не растягивался этот текст и вот она заветная настройка блок а леген выравнивание по центру вот он сейчас сместился наш текст видите на лодку не залазит и ровненько ровненько выглядит с нашим заголовком и вот этим другим текстом дальше настройки вот здесь вот я беру вот этот вариант дальше вот 10 по центру здесь выбрать слева здесь ниже тоже выбираю medium и альтернативные выбираю по центру это все нужно сделать чтобы у нас при мобильности смотрелось все неплохо вы видите у нас отображаются прячется картинки то есть то что не нужно то что не вмещается можно скрывать на мобильных устройствах далее мы с вами настраиваем галерею из трех картинок давайте посмотрим выйдем отсюда из настроек добавляем галерей вот она галерея заходим вот у нас уже три картинки здесь есть мы сюда сейчас будем загружать добавить элементы из компьютера я загружаю эти три картинки далее выбираю первую выбрать вот она здесь первая загружена давайте пока добавим все какие есть сохранить назад и добавить третью картинку выбрать сохранить назад здесь галочки оставляем все включенные переходим в настройки расстояние между ячейник выбираем smile маленькое расстояние то есть вот видно здесь сокращается расстояние между картинками дальше колонки здесь выбираем три колонки планшет выбираю этот вариант но опять же надо смотреть как это будет на планшете в принципе смотрится неплохо ты чтобы понимать да надо смотреть колонки просто выбираете в одну колонку планшет альбом вот у нас одна колонка если в 2 вот видно в 9 планшет альбом вот так вот это и работает дальше прокручиваем до наложения стиль выбираем здесь нон дальше цвет текста тоже нет дальше прокручиваем до изображения авто у нас где ширина то есть вместо авто 190 прокручиваем до опции общие и дальше внешний отступ я убираю здесь вот этот вариант дальше максимальная ширина x-lang это у нас картинки между ними расстояние уменьшается они у нас залазит на доску поэтому вот здесь вот мы выбираем по центру картинки смещаются и у нас уже очень очень красиво все смотрится здесь вот блок олиган breakpoint выбираем медиум breakpoint это точки остановки это адаптивность чтобы на разных устройствах смотрелось нормально здесь уже все настроено здесь по центру по центру always сохранить достаточно много здесь был настроек и смотрим все в принципе нормально то что доска залазит вот сюда вниз на подвал просто здесь она у нас доска подразумевает что вылазит и будет еще один внизу экран видите здесь тоже доска вылазит но тут есть отступ потому что здесь еще один большой экран на белом фоне здесь так задумано у нас еще экран не добавлен поэтому у нас доска залазит на подвал и дальше смотрим вот так в принципе должно смотреться все по центру да у нас еще осталось кнопку мы с вами кнопку не добавили здесь есть кнопка куда-то ведущая здесь на ваше усмотрение если не хотите ставить некуда вам там что кнопку куда-то вела то не ставьте можно сделать проще мы в прошлом уроке делали button кнопку вот она у нас здесь вы можете вы здесь на кликнуть вот на эту иконку это копирование иконки от кнопки в видных здесь две и просто эту кнопку зажать левой кнопкой мыши видите я перетаскиваю вот прямо под галерею отпускаем вот она здесь разместилась естественно она здесь не настроена заходим в настройки кнопки настройки находим здесь блок олегом метр по центру выбираем кнопку нас смещается и по дизайну она у нас отличается если зайдем в саму кнопку в самом низу стиль если дефаут вот она у нас также белое как и здесь у нас уже все сами готовы контрольная проверка смотрим на мобильность адаптивность компьютер маленький экран все то же самое смотрится нормально здесь все обалденно абсолютно и здесь тоже я вас поздравляю на этом давайте поставим паузу и продолжим настраивать великолепный шаблон в следующем видео